СМИ сообщают о тяжелых боях в Славянске. Столкновения между Национальной гвардией и силами самообороны начались ночью в районе одного из местных заводов. Там были слышны мощные взрывы и стрельба. Местные жители говорят, что видели в небе истребители. И сейчас на прямой связи наш специальный корреспондент Сергей Артеничев. Сергей, здравствуйте. Расскажите, что сейчас происходит в городе? Известно ли о потерях среди ополченцев? И могут ли быть пострадавшие среди местных жителей? Да, доброе утро, Владимир. Действительно, примерно с 4 часов утра по местному времени и с сих пор с некоторыми признаками регулярности раздаются взрывы. Сразу стоит оговориться, что информация о том, что бои идут в центре Славянска, не соответствует действительности. Скорее всего, силы самообороны начали ответную операцию против украинских военных. Судя по звукам, которые доносятся до нас, которые мы слышим, ополченцы обстреливают позиции противника на горе Карачун, на той самой высоте, на которой находится телевышка и основной контингент военных. Стрельбу ополченцы ведут, похоже, из самоходной артиллерийской установки НОНа, поэтому звуки такие мощные, их слышно на весь город. Это раскатистые гулки и звуки. Это стандартный ответ на действия украинской армии, которая примерно с 9 часов вечера вчерашнего дня опять начала обстреливать блокпосты, которые находятся вокруг Славянска. И до этого еще раньше действительно над городом баражировал истребитель, было хорошо слышно звуки его моторов, но он летал на достаточно большой высоте. Видимо, украинские военные понимают, что спускаться ниже нельзя, потому что на руках у ополченцев есть соответствующее оружие, которое способно сбить самолет. И сейчас примерно уже полчаса или минут 20, как прозвучал последний звук выстрела из этой установки НОНа. И информация о том, что в городе идут бои, и ополченцы несут большие потери, она не соответствует действительности. Пока это, к счастью, не так. Благодарю вас, Сергей, за ситуацию в Славянске, следит наш специальный корреспондент Сергей Арсеничев. Карательные отряды по Славянскому несут большие потери. Об этом сообщили сегодня в штабе самообороны. По словам народного мэра города Вячеслава Пономарева, за 10 дней, со 2 по 12 мая, они составили 650 человек убитыми, ранеными и пленными. Особенно большие потери по данным штаба самообороны понесли подразделения Альфа и Службы безопасности Украины. Кроме того, в числе убитых и раненых множество боевиков правого сектора и наемников. 285 экстремистов правого сектора, в основном вошедших в состав национальной базы. 120 украинских наемников, спецбатальоны Талановского, Днепр и Азовы. Польская частная военная компания АСБС АТАГА потеряла 6 человек. Американская частная военная компания АСБС АТАГА потеряла 6 человек. Американская ЧВК Академии до 2009 года, известна как Блэкота, 50 человек. Немало подбитые техники, в том числе 8 вертолетов и 10 бронемашин. Ополченцы по данным штаба потеряли 8 человек убитыми, трое бойцов было ранено. Вячеслав Пономарев подчеркнул, что речь идет только о народном ополчении, а не о мирных жителях, которые, по его словам, были расстреляны в поселках Андреевка и Семеновка.